Уходящий год больно ударил по учреждениям культуры. Особенно тяжело пришлось тем, кто не имеет государственной поддержки. О положении частных театров России в эпоху пандемии. Специальный репортаж Ирины Разумовской. Я люблю тебя. Я тебя тоже люблю. На сегодняшний день это последний спектакль частного театра Антона Чехова. В режиме антикоронавирусных ограничений он выжить не смог. Его основатель и руководитель Леонид Трушкин, прощаясь со зрителями, произнести это так и не сумел. К сожалению, я должен сказать, что театр Чехова... В 30-летнюю успешную историю этого первого в России негосударственного антропризного театра пандемия внесла жесткие коррективы. При том, что правительство Москвы реконструирует для этого коллектива здания на Веерной улице, другой поддержки от государства у него нет. Поскольку мы живем исключительно за счет билетов, которые покупает публика, при разрешенной заполняемости зала 25% дефицит составляет около 50%. То есть у нас самоокупаемость, самоокупаемость это продажа 70% зала. Это вот 70% продали, ноль. Дальше идет прибыль. Без средств к существованию остались и 12 человек в штате, и десятки тех, что работают здесь по договору. Административные и технические службы театра. Долгов накопилось на 4 миллиона, в том числе за аренду. Мы все арендуем. У нас есть офис, который мы арендуем. У нас есть склад, где хранятся декорации, арендуем. И площадки, на которых мы играем, тоже арендуем. И это все деньги, которые мы должны заработать сами. Почти три десятка лет существует и частный театр-студия «Фантастическая реальность» в городе Сыктывкар, Республике Коми. Зарегистрирован он как автономная некоммерческая организация. Здесь подтверждают, что аренда – самая серьезная статья расходов, с которой в пандемию не справятся. Если 25% заполняемых зала, сколько нам надо камерному театру отработать, чтобы отработать плату за месяц за аренду? Вкладывается очень много усилий, а отдача от этих усилий очень минимальна. Я думаю, что это в первую очередь помогает с арендной платой. Потому что это первое, что человека может выгнать на улицу и просто заставить перестать заниматься вообще всем этим. Основатель одного из самых успешных и известных частных театров в России – Калейды театра. В Екатеринбурге режиссер Николай Калейда. Во время самоизоляции спас свой коллектив из 66 человек, обратившись в интернете к зрителям с просьбой помочь ему финансово, перечислив ему любую сумму. 19 лет театру, все это время мы существуем без помощи государства, без поддержки государства. И надо сказать, что это достаточно сложно. Живем от зарплаты до зарплаты, тем более сейчас, потому что там разрешаются только 50% зрительного зала. Зрители и... Ну, у нас зал маленький, малюсенький, 120 мест. Если набирается 50-60 человек, то, слава богу, считается ковидный аншлаг. Недавно в своих социальных сетях Николай Калейда написал, что ситуация с заполняемостью и спросом на новогодние спектакли из-за страха массовых мероприятий столь плачевная, что в новогодние праздники он будет работать Дедом Морозом по вызову. Теперь его страница полна видео, где он или его артисты водят хороводы вокруг елок в квартирах и домах. Мне наплевать, понимаете, корона с головы, корона, вот эта коронавирусная, она не свалится. Я поеду да поздравлю. И я должен сказать, нет, что вы, я такой гений, я сижу в башне слоновой кости, я никуда не поеду. Поеду! Но сейчас я сказал, после первого заказа, я сказал, а теперь это будет 100 и 40 тысяч рублей, а ближе к новому году 50, а потом и 100. Ради бога, я приеду, спою и спляшу. Я актер по профессии, я выхожу на сцену в своем театре. Мне что? Мы с комарохи. Среди тех, кто первым забил тревогу по поводу частных театров в пандемию и заговорил о необходимости их прямой финансовой поддержки со стороны государства, председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. Очень обидно, потому что культурную среду города создают точно так же, не только государственные, но точно так же и частные театры. Поэтому город, каждый город, каждый регион должен взять на себя поддержку таких театров. Союз театральных деятелей совместно с Министерством культуры в 2020-м создали реестр частных театров. Его цель не только посчитать и представить их перечень, но и помочь негосударственным театрам включиться в единое гастрольное поле и присоединиться к грантовым программам. Но на сегодняшний день речь идёт о том, что многие частные театры в нынешней ситуации могут просто не дожить ни до гастролей, ни до заявок на субсидии.